Всем привет, с вами Ян Матвеев. Российские военные окружают Авдеевку и захватили уже два укрепрайона. Путин приехал на Уралвагонзавод, а к начальнику одного из штабов Надеждина пришли с обыском. Авдеевка постепенно переходит под контроль российских военных. Вчера появились кадры с перекрестка на индустриальном шоссе. Как видите, теперь там флаг России, а рядом довольно спокойно ходят солдаты. Это так называемый укрепрайон Бревно. Он находится между Коксахимом и городской частью Авдеевки. По индустриальному шоссе как раз проходила главная линия снабжения ВСУ. На юго-востоке Авдеевки российские части заняли укрепрайон Зенит, который воевал практически в окружении. На развалинах установили еще один флаг России. Украинские военные писали о неудачной эвакуации из этого района. Почти все, кто пытался выйти, либо погибли, либо были ранены. Потому что отходить пришлось по чистому полю и под огнем артиллерии. В целом ситуация в Авдеевке сейчас выглядит вот так. Судя по всему, основные силы ВСУ уже выходят из города. Под контролем остается девятый квартал с многоэтажками и Коксахим. Наладить снабжение и организовать оборону в окружении практически нереально и невыгодно. Учитывая, что значительного сопротивления российским прорывом мы не видим, скорее всего командованием ВСУ было принято решение город оставить. Сказывается и преимущество российской авиации самолеты каждый день сбрасывают десятки бомб на Коксахим и другие районы. Применяются ФАБы с УМПК, КАБы и другие боеприпасы. Во многом именно преимущество по снарядам объясняет захват Авдеевки. Путин побывал на Урале и, как обычно, наговорил много всего. Он встретился с заранее подобранными рабочими, которых традиционно заставили пройти самоизоляцию и сдать ПЦР-тесты, и не упустил момента поболтать. Не обошлось без нацистов в Украине и, конечно же, темы деторождения. Путин посетовал, почему работники завода еще не нарожали детей. В общем, тикают часики у рабочего. Также он заявил, что если мы хотим сохраниться как этнос, должно быть как минимум два ребенка. Семья с детьми – это безусловное приоритие. Но если мы хотим сохраниться, вы знаете, если мы хотим сохраниться как этнос, ну или как этносы на населяющую Россию, ну, должно быть, ну, как минимум два ребенка. А если мы хотим размножить, ну, два человека производят, два детей. Значит, количество людей стоит запрежним. Не уменьшаете. Если один ребенок, уменьшаете же количество людей. А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три. Ну, буквально как дед на кухне рассуждает. Ну, может лучше не отправлять людей на войну, как пушечное мясо, и не остреблять ни свои, ни чужие этносы. В Калужской области тоже решают семейные проблемы. Там проведут молебны о даровании супружества и устроении семейной жизни. К участию приглашают семейные пары, их родители и молодежь. Предполагается, что так священники помогут россиянам понять истинный смысл супружества. Ведь именно так оно и работает. Провел молебен, и сразу появились полноценные семьи, и все моментально счастливы в браке, и детей рожают минимум по двое. А в Твери тем временем готовят бомбоубежище. Администрация потребовала освободить подвалы под укрытие населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Хочется спросить, что же такое случилось, ну и, конечно, как это поможет деторождению и всему такому. В Алтае возбудили уголовное дело из-за снежного фалоса, который слепили школьники рядом с мемориалом Великой Отечественной войны. Официальных подозреваемых в реабилитации нацизма, именно так это классифицировали, пока нет. Но все в курсе, что скульптура делала рук подростков 14 и 16 лет. Ребята слепили фигуру, сфоткали и сами же потом сломали. Сначала протоколы составили на их родителей, но кровожадные силовики решили, что этого мало. Теперь за такую вот глуповатую шутку школьникам может грозить аж тюремный срок. Каток репрессий едет дальше и придумывает все новые способы, как испортить жизнь иноагентам. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на иноагентских сайтах и в соцсетях. А рекламу иноагентов в СМИ также запрещают. Володин считает, что те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах. В Казани к сотруднику штаба Надеждиной Евгению Маркову пришли с обыском. Марков работал сборщиком подписей. Причина обыска пока неизвестна. Нижняя палата Конгресса США уходит до конца февраля на очередные каникулы. Почему это важно? Потому что конгрессмены так и не проголосовали по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Во вторник Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающей выделение средств на поддержку Украине. Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал спикера Нижней палаты Джонсона немедленно вынести на голосование законопроект этот, который принял Сенат. На это Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, которые требовали республиканцы, и что он не будет ставить его на голосование в Нижней палате. Так что теперь решение по помощи США Украине все дальше и дальше откладывается. Сегодня 16 февраля и 723 день войны. Рассказали вам все самое важное, как обычно. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Поддерживайте нас также на Патреоне. Огромное спасибо всем тем, кто уже подписался. Ники вот сейчас на экране. Завтра увидимся в передаче «Военное положение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин